Диалоговые площадки Мы определили и стратегию, и основные ориентиры развития страны. Не только экономические, но и духовные. Участники Всенародного форума решительно осудили любые попытки исказить историю, а также стремление отдельных политических групп оправдать и реабилитировать нацизм и предательство. Это недопустимо. Государство поддержит все созидательные инициативы гражданского общества, которые направлены на решение социально-экономических проблем и улучшение качества жизни, говорится в обращении делегатов. Именно человек будет оставаться центром белорусской модели социального государства. Повышение ее эффективности – стратегическая и долгосрочная цель. С тревогой об ухудшении ситуации в стране живут граждане нашей соседки Литвы. Как показал соцопрос, проведенный по заказу Европарламента, в том, что ситуация в ближайшие годы станет еще хуже, убеждены 54% респондентов. Чуть более 20% ожидают улучшения. Примерно столько же прогнозируют, что экономическая ситуация останется без изменений. Такие же настроения и в других странах Евросоюза. В среднем 53% жителей ЕС не строят оптимистичных прогнозов по поводу экономики объединения. Не добавляют оптимизма жителям Европы жесткие карантинные меры. В выходные прошла очередная волна антиковидных протестов. Чехия, Австрия, Германия, Греция. В центре столицы Кипра – Никосии. Для разгона протестующих полиция использовала водяную пушку. В Афинах протестующие забросали правоохранителей фейерверками, петардами и даже апельсинами. Силовики ответили слездачевым газом. Одной из активисток в этот момент стало плохо. Карета скорой помощи доставила ее в больницу. Акции против правительственных мер прошли в Берлине и Ганновере. Немцы требуют остановить, цитата, «коронавирусное безумие». Здесь локдаун, который действует середины декабря, продлили до 7 марта. Это, может быть, не последняя дата. В Беларуси сегодня День памяти воинов-интернационалистов. Ежегодно 15 февраля митинги «Реквимы» проходят по всей стране. В Минске место сбора традиционное. Каждый год цветы ложатся к мемориалу на острове «Мужество и скорби». Сюда пришли воины-интернационалисты, родственники погибших бойцов, представители власти. Митинг начался с возложения цветов и венков в память о тех, кто погиб в той войне. 771 белорус не вернулся из Афганистана. В составе ограниченного контингента там воевали около 30 тысяч наших солдат. Для тех, кто вернулся с той далекой войны, это радостный и памятный день. Для тех, кто не дождался своих мужей, сыновей, это скорбный день. Вместе с ними мы тоже скорбим. Вспоминаем своих боевых друзей, которые не вернулись, стараемся помочь матерям и вдовам. Безусловно, особая страница нашей истории. Страница и трагическая, страница и героическая, где каждая строчка пронизана чувством глубокого уважения к каждому советскому солдату, который прошел пыльными дорогами Афганистана. Белорусские воины-афганцы с честью выполнили свой солдатский долг, став примером служения Родине. В разные годы наши солдаты и офицеры несли службу в 15 странах мира. Однако именно Афганская война стала последней, в которой участвовали белорусы. В обращении к воинам-интернационалистам президент отметил, что они с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды, герои Великой Отечественной войны. Сегодня они и сами ветераны. Надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родины. Их твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым они знают, как никто другой, говорится в обращении главы государства. Этот день еще и повод задуматься о хрупкости мира. Вопрос актуален, особенно на фоне провокаций, которые докатились и до нашей страны. Комитет госбезопасности Беларуси оперативно отреагировал на ситуацию. В список причастных к террористической деятельности внесены еще 17 белорусов. Фамилии вы видите на своих экранах. Этот же список есть и на сайте ведомства. Пять женщин и 12 мужчин. Все причастны к уже известным группам Автуховича и Оленевича, которые, согласно материалам дела, совершали подрывы и поджоги. Прокуратура эти дела квалифицировала по статье «Акт терроризма». Практически все задержаны и находятся под стражей. Один человек еще в розыске. Протаранил силовиков и утопил машину. Расследование сразу нескольких уголовных дел завершил Следственный комитет. И сегодня нам сообщили подробности. По делу о покушении на сотрудника милиции известно, что 25-летний минчанин, начитавшийся радикальных телеграм-каналов, в ночь на 11 августа отправился на своем автомобиле в эпицентр массовых беспорядков. Регистрационные знаки снял. Этим привлек внимание правоохранителей. Заперся от сотрудника в машине и нажал на педаль газа. Водитель умышленно протаранил пятерых силовиков. Двоих протащил на капоте. Сбежал, утопил свой транспорт и заявил об угоне. Тем самым собрал внушительный список нарушений. И этот случай не один такой. Окончено расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего минчанина, который 12 августа на проспекте победителей в городе Минске, управляя автомобилем «Шкода Кодиак», совершил наезд на сотрудника ГАИ. В розыск объявлен 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», совершивший 11 августа на улице Притыцкого наезд на военнослужащих внутренних войск. С места происшествия обвиняемый скрылся. Автомобиль без регистрационных знаков оставил на территории Минского района. А в этом деле фигурируют горючие вещества. В ночь на 8 октября подожгли здание прокуратуры в Жодино. Подозреваемый 31-летний житель города. Материалом следствия изготовил самодельное зажигательное устройство из бензина, керосина и петард. Самодельный боеприпас бросил в здание прокуратуры. Огнем повреждена дверь и козырек над входом. Общий ущерб причинен на сумму 1500 рублей. Обвиняемый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном, принял меры к возмещению причиненного вреда. В отношении его применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. С начала августа в Минской области возбуждены более 400 уголовных дел по фактам беспорядков. Каждому дадут правовую оценку. Из Мьянмы снова приходит тревожная новость. Полиция военная открыли огонь по протестующим в городе Мандалай. Четыре человека ранены. Силы безопасности стреляют не только под демонстрантом, но и по домам. Местные СМИ сообщают, возможны жертвы. Однако их число к этому часу пока неизвестно. Протестующих задерживают. Новую волну беспорядков спровоцировало объявление о продлении ареста госсоветнику и лауреату Нобелевской премии мира Ауан Сен-Джу. Готовясь к протестам, накануне в крупные города в военные вели танки. Госпереворот в Мьянме произошел в начале февраля. С тех пор в стране крайне неспокойно. 13 штаммов коронавируса нашли в Китае специалисты ВОЗ, которые изучают происхождение заболевания. Сегодня в мире уже почти 109 миллионов COVID-19. Планета вакцинируется, страны делятся разработками. Так, Сербия безвозмездно отправляет в Северную Македонию запасы антиковидной вакцины 4680 доз. Всего же Белград обещал поставить около 8 тысяч доз из своих запасов. Среди стран континентальной Европы Сербия лидирует по доле привитого населения. Там используют также российскую и китайскую вакцины. В нашей стране сейчас прививку получают медики. Российский спутник ВИМ Минздрав также одобрил для людей старше 60 лет. За сутки в Беларуси 1100 случаев инфицирования. Выписаны 827 пациентов. На африканском континенте тем временем начинается новая эпидемия лихорадки Эбола. После пятилетнего перерыва вирус убил уже четырех человек в Гвинеи. Лихорадка выявлена также в Конго. В опасные зоны направляют группы экспертов для экстренного реагирования. В 2016-м только в Гвинеи от Эбола погибли 11 тысяч человек.